добрый вечер мы значит сущности говоря завершили чтение первой маковейской книги и как я и сказал мы начнем сегодня с подведения некоторого итога который я так шутя немножко обозначил кто виноват и что делать просим на эту книгу такой как бы макро взгляд и попытаемся указать на основные ее послания на самом деле послание первой маковейской книги не слишком сложная мы увидим что 2 маковейской книги тела обстоят значительно более тонко вот первой маковейской книги с одной стороны мы отмечали что задача автора это придать легитимность хасманийской династии и в частности тому обстоятельству что хасманий по всей видимости не были не принадлежали первосвященческой семье и это как бы и дальше обсуждалось их право быть первосвященником этой евровинистической литературе тоже обсуждается поэтому была необходимость как-то придать легитимность частности возвести к роду его рима упомянутому в книге деврея мимо в этом урагинистической литературе это как бы одна сторона дела если мы посмотрим опять же как бы некоторым общим взглядом на первую маковейскую книгу то мы увидим что разделение на протагонистов и антагонистов очень ясно и четко тут нет полутонов протагонисты это сами хасманий и все кто их поддерживает что касается антагонистов то это две категории людей связанные друг с другом неразрывная связь с одной стороны это инородцы но в данном случае греки греки да мы как бы пользуемся здесь общим таким термином не обязательно греки как каковы но как бы все что связано с греческой цивилизацией все пришельцы которые пытаются что-то навязать народу израиля выкрутить руки заставить принять их культуру их веру они все злодеи и несут заслуженную кару а вторая категория это люди принадлежащие к народу израиля которые являются изменниками те которые последствия которым был прицеплен прикреплено наименование эллинизатор вот это те люди которые приветствовали реформы эллинистические которые сами даже что-то инициировали мы обсуждали в свое время что возможно реформы которые те реагиозные гонения которые устроил антиох эпифан по одной из версий являлись на самом деле не столько инициативой сверху сколько инициативой снизу то есть вот эти самые эллинизаторы пытаясь сломать хребет тем кто противостоял им подталкивали царя к такого рода действия они да вот они злодеи никакой никакого тут не может быть ну что ли никакой попытки понять их мотивацию это изменники своего рода те которые начинают служить другим богам в этом смысле концепция автора первой макавейской книги очень близка по своему духу тому что мы находим в пятой книге торы не дворим где вот тоже такое четкое разделение имеется есть народ израиля он свят есть и инородцы или изменники среди народа израиля которым не может быть никакой пощады но это вот такой общий взгляд автора первой макавейской книги опять же повторяю второй макавейской книги все будет иначе совершенно выглядеть и наконец третий момент который как на который я хотел бы обратить внимание это то обстоятельство что с одной стороны мы это неоднократно отмечали автор первой макавейской книги стремится подражать библейским образцам а он иногда прямо называя по именам тех или иных библейских персонажей типа например первосвященника пенхаса иногда лишь намекая на них да таких таких персонажей как давид например а он фактически создает то явные то скрытые аналогии между хасманеями и библейскими персонажами тем самым он как бы делает заявку на то что его произведение является естественным продолжением библейского текста но с другой стороны он ведет себя крайне осмотрительно он он не описывает чудес не говорит о чудесах по крайней мере то что впоследствии мудрецы талмуда будут называть явными чудесами а этого у него нет он как бы старается описывать исторические события в таком более или менее объективном тоне даже бога он как правило не называет по имени он говорит пользуется эфемизмом небо так от правила у него небо небо с нами возможно что это проистекает из-за того что он все таки ощущает некую границу между библейской эпохой и своей эпохой в библейскую эпоху бог явным образом вмешивался в происходящее и творил чудеса в наше время этого не происходит это как бы да опять же то что мудрецы талмуда будут называть сокрытием лица бог лицо его скрыто и в самом деле некоторые прецеденты такого рода описания событий уже имеются и в самом Танахе например книга эстер хотя это конечно особая история но но тем не менее и там бога не упоминают впрочем не упоминают и небо в этом смысле книга эстер стоит особняком ее совершенно особая особая адженда во всем что касается изображения вмешательства высших сил но во всяком случае возвращаясь к первой маковейской книге вот это та в общем как бы я широкими мазками изобразил изобразил представил здесь идеологию этой книги на основании всего того что мы прочли охватывает эта книга довольно значительный период времени сначала восстание где-то примерно с 100 прологи там пролог еще более раннее время упоминание александра македонского но в целом все начинается где-то с приблизительно со 170-х годов и заканчивается смертью Шимона или Симона Маковея и тем что его сын Йоханан Геркан становится вождем а это 134-й год то есть в общем где-то около период примерно в 35 лет описан в первой маковейской книге во второй маковейской книге как мы увидим гораздо менее долгий период описывается значит чем напомню вам заканчивается первая маковейская книга и я открою сейчас на минутку этот файл мы другие файлы будем открывать значит она заканчивается кратким сообщением о в о том что произошло в тот момент когда Йоханан Геркан сын Симона Маковея пришел к власти его зять Симона Птолемей пытался убить но это не удалось сделать это мы читали в прошлый раз поскольку его заранее известили и как тут сказано услышав об этом Йоханан смутился и схватив мужей пришедших погубить его убил их ибо узнал что они искали погубить его прочие же дела Йоханана и воины его и мужественные подвиги его славно совершенные сооруженные сооружения стен им воздвигнуты и другие деяния его вот они описаны в книге дней первосвященства его с того времени как сделался он первосвященником после отца своего значит книга это даже если она и существовала и вполне возможно что она существовала до нас во всяком случае не дошла а мы таким источником не располагаем поэтому каким возникает вопрос поскольку все-таки он в конце книги упомянут и как мы увидим в скорости фигура он был довольно значимым то где же в самом деле мы о нем можем читать есть по сути дела два источника оба достаточно поздние гораздо позднее деятельности самого и йоханана один это флавий иосиф а другой это раввинистическая литература и вот мы с вами сейчас почитаем некоторые тексты которые с тем чтобы как бы завершить историю рассказанную первой маковейской книги выйдя немножко за ее пределы и все-таки дать какое-то представление да какое-то представление о деятельности йоханана геркана значит я закрою сейчас этот файл и открою другой открою другой вот и так йоханан геркан о нем рассказывается в иудейских древностях флавия тринадцатой книги мы не будем читать все что рассказывается потому что там довольно таки длинный текст но мы отметим какие-то центральные точки как описывается йоханан геркан собственно флавий называет его вот этим греческим именем геркан или как на игре это звучит уркинос он рассказывает о том как геркан он попытался спасти свою семью которая находилась в качестве заложников у того самого Птолемея Птолемей находился в крепости расположенной недалеко от ерехов и то что здесь описывается достаточно актуально звучит сегодня значит тут написано что Птолемей выведя родных геркана там была его мать и братья на крепостную стену значит начал их над ними издеваться требуя от геркана прекратить осаду значит и здесь мы слышим два голоса голоса его геркана и голоса его матери который тоже немалой степени может быть покажется нам актуальными сегодня как тут сказано хотя геркан старался овладеть этой местностью однако считал нужным щадить и наиболее близких людей не давать их в обиду и приостановил свою осаду свои нападения однако мать его воздела руки к небу и стала умолять его не поддаваться ради нее но с большую ревностью и старанием взять место и отомстить врагу за насилие причиненное его близким при этом она заметила что и бесславная смерть в мучениях приятно если только врагу придется поплатиться за все совершенные ими зуверства эти слова матери придали геркану известную бодрость все таки взять крепость приступом но когда он увидел как мать его подвергают побоями оскорбления он пал духом и уступил из чувства жалости к ней таким образом осада затянулась надолго пока наконец не настал тот год который иудеям не приходится работать то есть седьмой год это подобно седьмому дню недели обыкновенно происходит каждый седьмой год то есть шмита и согласно флавию в этот год не воевали освободясь по этой причине от войны то есть осада была снята седьмой год как суббота седьмой день в сурналистической литературе существует полемика по поводу того как мы об этом говорили можно или нельзя воевать в седьмой день в субботу и что делать если уже война началась кроме того мы видели в самой первой макалейской книге рассказ о том что как раз матитьяу отец косманеев братьев косманеев установил что нет выбора нужно сражаться и в субботу тоже но главное что это не помогло в данном случае опять же если верить флавию у нас нет другого источника как тут сказано освободясь по этой причине от войны талемей казнил братьев герпана и мать его и после этого отправился к зенону носившему прозвище катила и бывшему тогда в то время правителем города филадельфии то есть иными словами в данном случае я не пытаюсь сказать как должно быть в целом как должно быть как правило но в данном случае если верить флавию это тактика не помогла то есть попытка заложников вырвать не силой а при помощи каких-то переговоров в данном случае это не помогло и заложники как раз погибли возможно если бы геркан был более настойчивым в данной ситуации то ему бы и удалось спасти мать и братья мы не знаем я во всяком случае повторяю весь этот рассказ звучит к сожалению достаточно актуально для нас сегодня кроме того рассказывается нам о том что несмотря на то обстоятельство что уже во времена ионатана дяди геркан фактически иудея добилась независимости а во времена у отца симона симон даже было дано разрешение разрешение на чеканку монеты тем не менее тем не менее это независимость могла легко качнуться в противоположную сторону как маятник и это ровно то что описывает здесь то что описывает здесь флавий да что антиох сидет который напомню как раз в этот период правил сын сын Диметрия второго и которого который как мы видели у которого отношения с симоном шимоном были достаточно напряженные значит он осадил Иерусалим разграбив страну запер геркановы его столице окружив последнюю семью отрядами войска он однако ничего не мог с ними поделать как следствие высоты стен так и доблести осажденных несмотря на полный недостаток у них воды в любом случае эта осада которая продолжалась довольно долго все-таки привела к тому что геркан был вынужден пойти на переговоры и попросил перемирия он обратился к антиоху и попросил перемирия вследствие наступления праздника суккот и антиох на это пошел при этом славе описывает здесь антиоха седета как человека благочестивого в отличие от его предка антиоха эпифана 4 как тут сказано антиох подвижим и уважением и уважением предвечному не только насколько можно в этом отношении флавию доверять трудно сказать поскольку иногда у него есть как бы соображения соображения по которым он старается греческих и римских правителей описывать в позитивных тонах но так или иначе этим война в сущности закончилась правда в общем для геркана это это обозначало довольно тяжелые условия написано что антиох не внял совету приближенных своих требовавших полного искоренения иудейского народа за его отчуждение от прочих народов но тем не менее значит он потребовал большую контрибуцию значит разоружение делимитаризацию иудеи и и кроме того поставить там гарнизон то есть фактически целиком полностью обнулить все те завоевания маковеев которые были до сих пор значит геркан принял все условия принять все условия за исключением того чтобы разместить греческий гарнизон то есть как бы подписать полную окончательную капитуляцию согласно флавию как бы найдя для этого религиозное объяснение ритуальное запрещение общения с иноземцем но при этом он был вынужден тогда отдать заложников и еще дополнительно заплатить 500 талантов серебра то есть колоссальную довольно сумму и даже брата геркана он был вынужден отдать антиоху значит это привело к тому что геркан вынужден был как тут сказано вскрыть гробницу Давида мы не знаем опять таки в какой мере можно доверять этому сообщению вот в самом случае он по сути дела разграбил эту гробницу вытащил оттуда деньги драгоценности и опять таки описывается в Танахе некоторые цари иудеи которые поступают подобным образом например чтобы откупиться от иностранных от иноземных правителей которые на них нападают они скажем забирают сокровища из храма здесь из гробницы Давида кроме того тут сообщается о нем что он первый из иудеев начал содержать наемные войска и действительно в дальнейшем космонейские правители отличались тем что они держали наемную нееврейскую армию это поразительное дело как бы маковейское восстание было началось под флагом избавления от зависимости от иноземцев и при этом сами победители в конечном счете начали содержать и финансировать наемную армию а не свою собственную так что мы можем сказать что на данном этапе что правление геркана началось так сказать с левой ноги больших успехов на данном этапе он достичь не смог но как сообщает флавий впоследствии он вполне сдружился с антиохом заключил с ним союз и даже участвовал с ним в походе на парфян я думаю надо полагать что хотя флавий этого не пишет видимо геркан его заставил это сделать антиох заставил его это сделать не то чтобы геркан с большим удовольствием пошел воевать с парфянами флавий здесь ссылается на известного придворного историка царя ирода николая дамасского чьими текстами флавий нередко пользуется он говорит так что антиох воздвиг памятник честь своей победы над парфянским военачальником эндатом и оставался там на месте в течение двух дней потому что об этом просил его иудей геркан ввиду наступления какого-то иудейского праздника в который иудеям по их закону запрещено путешествовать что это за праздник выясняется что это праздник шабуот который наступил сразу же после субботы после шабата но кончилась то эта война на самом деле тем что антиох сам сгинул в парфянском походе и погиб и тут то как раз геркан решил воспользоваться ситуацией как только он узнал о гибели о гибели антиоха он почувствовал свои руки развязаны и отправился походом на север с тем чтобы как бы получить компенсацию за все то унижение которое ему пришлось претерпеть от вот этого позорного соглашения о фактической капитуляции с антиохом вот он начал завоевывать города да завоевывать города как на западе так и на востоке как бы к северу от иудеи тут описываются разные города и среди городов кстати взятых им был и шхем и тогда как бы впервые в еврейской истории произошло очень как бы такое ясное столкновение между евреями и самаритянами все что до того времени описывалось носило какой-то такой туманный характер то есть понятно что уже в книге Езре описывается некое начало раскола и вражды во время флавий говорит что во времена александра македонского нечто подобное происходило но здесь произошло то что еханан геркан уничтожил уничтожил самаритянский храм он его тут сказано закрыт но по сути дела он его разрушил и подчинял самаритян себе а затем он пошел на юг в Адарайме Марейша города упомянутые в Танахе и подчинил своей власти Идумеям здесь флавий описывает очень известную историю которая очень часто дискутируется вплоть до сегодняшнего дня в современных исследованиях значит и тут говорится о том что он заставил Идумеев перейти в иудаизм как тут сказано чтобы они приняли обрезание и стали жить по законам иудейским как он говорит Идумея действительно из любви к отчизне приняли обряд обрезания и построили вообще всю свою жизнь по иудейскому образцу в самом деле мы знаем что во времена скажем антиримского восстания Идумеи были частью восставших более того царь Ирод был потомком потомком Идумеев по некоторым мнениям как раз таки то обстоятельство что царь Ирод да уничтожил хасманейскую династию и стал иудейским властителем это что называется расплата за то что в свое время Геркан заставил Идумеев принять иудаизм но на самом деле нет прямых доказательств кроме того что говорит здесь Флавий того что это произошло именно так потому что как раз таки есть определенные основания полагать что Идумеи уже как бы в то время еще до того как Геркан завоевал эту территорию что они уже практиковали обрезание более того значит то судя по всему по свидетельству археологов у них были микваот у них были ритуальные бассейны как именно они ими пользовались мы не знаем точно вот ну вот любопытно тоже что Геркан ввел армию состоявшую из необрезанных наемников и захватив Идумею он согласно Флавию заставил Идумеев стать частью народа Израиля так или иначе правда состоит в том что Идумеи по сути дела в Махасманийскую эпоху ассимилируется среди Израиля вот также рассказывается Флавий рассказывает о том как Геркан возобновил дружбу с Римом так же точно как это делали его дедья Иуда и Йонатан и его отец Симон то есть союз с Римом был заключен и как бы таким образом Геркан поступил с его точки зрения дальновидно он как бы заручившись поддержкой римлян смог обеспечить себе тылы чтобы как бы наследники Антиоха Сидета а таких было как мы сейчас увидим двое чтобы они не попытались снова захватить Иудеев значит так вот на какой-то небольшой период времени в селевкидской державе начинается такое вот время смуты к власти возвращается брат Антиоха Сидета Деметрий который находился в парфянском плену и на протяжении на протяжении на протяжении примерно четырех лет он правил вот при этом из из Египта направляют какого-то другого претендента на престол вот и Деметрий в результате бежит и погибает кончается все тем что сыновья сыновья Деметрия второго оба причем антиохи их двое одного называют антиох гриб другого антиох кизикский вот и эти оба персонажа эти два брата начинают воевать за престол они воюют за престол что конечно крайне выгодно геркан то есть они ослабляют друг друга как тут сказано когда кизики с антиох прибыл в Сирию он в течение многих лет вел войну со своим братом они правили параллельно примерно один тот же период времени оба со сто двадцать пятого один антиох гриб до девяносто шестого года антиох кизикский на год пережил своего брата и опять же повторяю это как тут сказано у Флавия междоусобная война двух братьев дала геркану полную возможность спокойно пользоваться плодами земли своей так что ему за этот период удалось скопить значительные богатства и тем самым как бы вернуть все то что он потерял при отце этих братьев и он уже мог дать отпор одному из них и в общем как бы вернуть полностью независимость он захватил также Самарию город Самарию бывшую столицу северного царства который называется назывался уже в то время Себастья вот и поручил значит осаду своим сыновьям антигону и арестабулу вот и и город был захвачен вот и и не буду сейчас вдаваться во все подробности как тут сказано после годичной осады Геркан взял город и разрушил его дотла ну вот печальная сторона всего этого дела состоит в том что спустя несколько поколений ровно та же история произойдет с потомками самого Геркана когда двое братьев его внуков сыновей Александра Яная и Соломея Александры Шлом Цивена Малка будут воевать друг с другом за престолом Геркан второй и арестабул второй вот и это приведет к падению в результате к падению хасманейского царства вот это междоусобная война между двумя антиохами фактически привела к полной потере позиции селефтитской державы она еще на протяжении нескольких десятилетий как-то функционировала а потом была захвачена Римом вот тут рассказывается довольно любопытная вещь о Геркане она будет иметь важное значение и в отношении в отношении герминистической литературе тут сказано что во время войны которую вели его сыновья то тут есть некое говорит Флавий исключительное явление имевшее место по отношению к первосвященнику Геркану а именно то что с ним говорил сам Бог дело в том он говорит что в тот самый день в который сыновья его сразились с кезекийцем то есть с антиохом девятым сам первосвященник приносил в храме жертву Богу тут он услышал голос возвестивший ему что его сыновья только что одержали победу над антиохом выйдя из храма Геркан сообщил об этом народу и известие это вполне оправдалось да то есть согласно флавию Геркан обладал какими-то способностями прорицателя или как бы что-то похожее на пророчество мы сейчас это увидим чуть ниже он скажет напрямую вот значит опять же я пропущу сейчас некоторый кусочек текст мы уже заканчиваем по сути дела читать тут рассказывается еще одна очень интересная история дело в том что именно в этот период согласно флавию опять же в народе Израиля возникают ну своего рода происходит некоторый раскол возникают разные движения группы которые которых объединяют общие религиозные политические позиции да флавий говорит о наличии трех таких групп в начальный период фарисеи те которые называют прушим цедукей которых называют дзуким и эссеи о эссеях я сейчас говорить специально не буду отдельная история вот но что касается прушим и дзуким да это две группы которые и талмуд постоянно упоминает которые которые как бы имеют достаточно большое влияние как на народ так и на его руководители и являются достаточно многочисленными при этом между ними есть целый ряд расхождений во взглядах как теологических так и сугубо галахических значит при этом надо иметь в виду что цедуки представляют собой элиту храмовую элиту в основном это в основном священническая группа состоящая из жрецов из священников поэтому они называются дзуким судя по всему от имени цедока первосвященника чей первосвященнический род был прерван да еще во времена правления антиоха эпифана когда он стал заниматься назначением священников не имеющих прямого отношения к цедоку и в общем это так и не вернулось на самом-то деле хотя в скобках отмечу ессеи сами судя по всему считали что они именно являются представителями их руководителей являются представителями цедукей вот этой самой линии сыновей цедока на самом деле потомки цедока об этом мы будем говорить когда будем читать вторую маковейскую книгу бежали в египет да это ония четвертый который в леонтополе создал храм в египте вот но между фарисеями и цедукеями существовал повторяю ряд принципиальных расхождений что касается аллахи то главное расхождение состояло в том что фарисеи прошлим исповедовали наличие устной традиции чей статус не уступает традиции письменной цедукеи и цедуким это отвергали что касается как бы теологии то можно сказать что цедукеи исповедовали абсолютную свободу воли рушим в этом смысле фарисеи были более умеренными они признавали вмешательство бога в человеческие дела цедукеи этого не признавали цедукеи кроме того отказывались принимать идею о воскресении из мертвых то что являлось довольно принципиальным моментом для фарисеев и они как бы влияли и те и другие на хосмонейский правитель мы знаем например что жена Александра Яная а потом вдова была исключительно близка к фарисеям а ее муж Александр Янай был как раз близок к цедукеи а что было с герканом когда это все началось вот это интересный рассказ как тут сказано особенно не расположены были геркану фарисеи иудейская секта на самом деле не секта группа о которой мы упоминали уже выше эти фарисеи пользуются таким авторитетом в глазах народа что им безусловно верят хотя бы они говорили против царя или правосвященника учеником их был некогда и геркан и пользовался с их стороны большим расположением однажды рассказывает флавий геркан пригласил их в себя на пир и принял их весьма радушно когда же увидел как они довольны то стал говорить им что они знают насколько он старается быть праведным и делать только угодное богу и им при этом он просил их если они заметят за ним какие бы то ни было ошибки или уклонения от пути истины направить его обратно на этот путь и наставить на это присутствующий громко засвидетельствовали геркану что он человек праведный он же порадовался их похвалам один только из гостей никель азар человек дурного нрава и придирчивый сказал если хочешь знать истину то желая быть справедливым ты должен сложить себя сам первосвященник и удовлетвориться положением правителя народа когда же геркан спросил его о причине необходимости такого отречения от первосвященнической власти тот ответил мы слышали от стариков что ты родился в то время когда мать твоя находилась в плену антиоха эпифана а это что значит что есть подозрения что сын ее геркан бастард и соответственно никак не может быть первосвященником как пишет флавий это замечание было совершенно ложным но на него геркан разгневался а все фарисеи были глубоко возмущены этим между тем среди секты или правильной группы садукеев которые держатся диаметрально противоположных фарисеям взглядов находился один очень близкий геркану человек по имени Йонатан он стал уверять геркана что или азар в нанесенном ему оскорблении выражал как бы общее мнение фарисеев и указывал при этом на то что геркан может убедиться в этом путем предложения фарисеям вопроса какому наказанию подлежит то лицо за свое заявление даже геркан предложил им запрос какого наказания считают они или азара достойным при этом геркан был убежден что нанесенное ему оскорбление не исходило от всей фарисейской секты или группы что они восстановят его честь над значением должного возблизия те отвечали что и азар заслужил наказание ударами и заключением в темницу так фарисеи в данном случае не остановились на смертной казни за клевету как то полагалось пишет по закону видимо имеется в виду довольно такая вольная интерпретация закона о лжесвидетелях о котором следует сделать то что они намеревались сделать тому против кого лжесвидетельствовали их надо умертвить согласно закону книги дворим впрочем фарисеи замечают флавию вообще весьма снисходительно в своих наказаниях но на это геркан очень рассердился и готов был поверить что тот человек нанес ему оскорбление именно с их ведома в этом его особенно поддерживал юнатан который достиг в результате того что геркан примкнул к партии садукеев совершенно отказавшись от фарисеев и не только разрешив народу не соблюдать установленных фарисеями законоположений но даже установив наказание для тех кто стал бы соблюдать их благодаря последнему обстоятельству как сам геркан так и его сыновья стали ненавистные народы это уже как бы интерпретация флавия который сам тяготеет фарисейскому закону во всяком случае в период написания иудейских древностей он себя фарисеем впрочем никогда не называет по отличии в скобках отметим от знаменитого апостола павла который называет себя фарисеем но тем не менее что как бы им симпатизировать симпатизирует вот он тут говорит о том опять же отмечают разницу между фарисеями и саддукеями но во всяком случае с этого момента начался раскол между космонейской династией и фарисеями пушин и последний кусочек который посвящает флаве геркану он очень важен после этого рассказа геркану однако удалось прекратить распри и прожить остаток дней своих полном спокойствии являя себя в течение тридцать одного года а он правил действительно долго со сто тридцать четвертого по сто четвертый год до новой эры образец примерного правителя он затем умер оставив после себя пять сыновей удостоившись от господа бога трех величайших благ властвования над своим народом первосвященнического достоинства и дара прорицания теперь вот этот дар прорицания это на самом деле очень важно отметить это единственный по сути дела случай когда флавий приписывает дар пророчества он пользуется на греческом языке словом профитея тот же самый корень как и английская сегодняшняя профит да то есть он фактически говорит что он был пророком да флавий как правило и не только он другие писатели его времен избегают называть таким термином использовать этот термин по отношению к фигурам вне библейского периода он может говорить о способности прорицания о предвидении будущего о других вещах у разных персонажей но он стремится не пользоваться термином пророк он наоборот довольно часто пользуется термином да рассказывая о людях конца эпохи второго храма которые объявляли себя пророками на самом деле таковыми не являлись и это вот такой любопытный момент то есть видимо флавий возможно он основывается на какой-то традиции до нас не дошедшей может быть он сам так это видит но в каком-то смысле он видимо считает что геркан это некая ну своего рода последняя ступень или последний как бы представитель той эпохи которая можно считать аппендиксом по отношению к библейской у Хазаль это не так Хазаль говорят о том что все кончилось в персидский период пророчество кончилось в персидский период ну по некоторым мнениям период Александра Македонского но не позднее этого времени а у флавия вот геркан пророк и он говорит о том например он предсказал что оба старшие его сына не удержатся в главе правления судьба этих последних достойно более подробного повествования и последнее покажет сколь мало сыновья его были счастливы в сравнении с отцом своим но этим мы заниматься не будем он имеет ввиду двух сыновей арестабула антигона упомянутых выше которые действительно антигон вообще погиб от друга своего брата арестабула аристабул правил около двух лет умер от тяжелой болезни и депрессии и лишь третий сын александр я най правил достаточно долго но об этом мы говорить сейчас не будем значит я хотел бы сейчас сравнить то что пишет славе с тем что рассказывается о геркане и оханане геркане в раввинистической традиции в мишне то сэфти и в талмуде и это такой очень любопытный момент несколько текстов на которые мы обратим внимание самый древний из них это текст мишна мишна вообще как бы традиция раввинистическая называет его никогда его не называет геркан называет его йоханан коэнгадоль во первых ему приписано в мишне мишна трактат сута ряд галактических установлений которые имели достаточно важное значение он я не буду сейчас вникать как бы в галактическую сторону но вот он отменил некий текст который произносят во время принесения маасе десятины он отменил как такой довольно странный оборот обычно объясняют это так что это он отменил обычай согласно которому обращались богу и говорили цитировали стихи из псалмов почему ты спишь ура лама тишан адунай то есть как бы йоханан отменил это то ли потому что считал это недостаточно правильным по отношению к богу такое говорить то ли потому что считал что время это время избавления а такое можно произносить только в момент когда народ находится в несчастье отменил еще некоторые установления сейчас не буду даже в них вникать вот во всяком случае если подводить некоторый итог тому что говорит Мишна так это время некоторого благополучия когда народу жилось спокойно мы видели что первая маковейская книга Шимона его отца превращает своего рода такого второго шалума а Мишна этого не делает по отношению к геркану к йоханану но по сути дела она описывает ситуацию вот при нем было хорошо в то сэфта произведение примерно той же эпохи что и Мишна рассказывает историю которая по сути дела совпадает с историей флавия на он услышал из святая святых слова что победили твои сыновья твои которые пошли воевать с антиохом в антиохии как тут сказано да то есть это ровно то самое что флавия рассказывает я не хочу сказать что с необходимостью могла почерпнуть то у флавия хотя и это не исключено потому что как бы мудрецы знали греческий язык но так или иначе традиция такое существовало да вот йоханан слышит голоса и этот час был записан и этот день был записан и проверили и увидели что да именно в этот момент они и победили то есть как бы все точно в талмуде о нем рассказывается история такого содержания даже не история есть такой текст который называется мегилаттанит довольно древнее произведение которое мы уже несколько раз упоминали и там перечисляются даты в которые нельзя поститься и держать траву одна из этих дат это третья тишлея но это третья тишлея которая не связана сегодня с постом гидалии поскольку речь идет о времени гораздо более ранее прошу прощения времени гораздо более ранним а о совершенно других событиях да что вот а арминистическая традиция установила что постятся третьего тишлея в пост гидалии а в мегилаттанит было написано что третьего тишлея как раз пост запрещен был изначально и в этот день как тут сказано отменили упоминание имени бога на как бы денежных банкнотах ну на на деловых документах шторот которое и произошло следующее когда греки преследовали евреев имеется ввиду конечно времена антиоха эпифана с тем чтобы не упоминали имя бога на своих устах имя неба а вот интересно что тот же оборот что и в первом и кавейской книге то и когда победили хасманеи то они установили что как раз мы будем упоминать имя неба даже в деловых документах и писали вот такой-то и такой-то по йоханану первосвященнику у бога всевышнего но когда мудрецы услышали это сказали а что будет когда человек скажем да он подписывает долговую расписку вот этот штарф а когда он выплатит свой долг то выбросит этот эту долговую расписку получается что имя бога будет находиться в мусорном ящике поэтому это отменили и превратили этот день в праздник да теперь еще один текст который упоминает йоханана это текст из трактата йома йома в илонском талмуде о том сколько жили и правили и правили разные первосвященники что в период первого храма продолжительность жизни первосвященников была гораздо больше а в период второго храма гораздо меньше но любопытно что по поводу Йоханана Геркана говорится что он правил восемьдесят лет это конечно не соответствует действительности как мы уже говорили правил он около тридцати лет но вот такой вот любопытный момент то есть тоже некоторое благополучное правление и последний текст здесь который я хотел бы упомянуть это текст из трактата брахот по поводу для того чтобы понять этот текст тут надо иметь ввиду следующее вот тот тот самый подробный рассказ который мы прочли по поводу Йоханана Геркана и его ссоры с с фарисеями рассказывается и в раввинистической литературе в Талмуде но он рассказывается по поводу Александра Яная практически один и тот же рассказ там немножко другие имена там не Илазар а Иуда выговаривает выговаривают правителю и говорит Янай Хамеле достаточно с тебя царского венца с ними венец священнический и тоже приводится это же это же объяснение что его мать была пленницей то есть и как бы с этого начинается ссора Александра Яная с фарисеями полагают что славе здесь более близок к исторической действительности и что мудрецы как вообще за ними водится перенесли как бы события связанные с Йохананом Герканом на события связанные с Александром Янаем поскольку историческая память касающаяся Йоханана Геркана была довольно смутной а вот про Александра Яная рассказывалось очень много он оставил после себя довольно серьезный след в частности заключающийся в том что он не просто конфликтовал с фарисеями а фактически объявил им войну в его период период его царствования был момент когда вспыхнула гражданская война между царем и его людьми и фарисеями война которая кончилась крайне неблагополучно для фарисеев он царь победил и видимо отчасти эта победа была продиктована патриотическими соображениями потому что ну опять же согласно флавию фарисеи тогда пригласили греческого царя помочь им в борьбе с Янаем кончилось это тем что Янай сумел разгромить противоставшие им войска а большое количество фарисеев казнил при этом как там говорится он сам сидел и пировал со своими наложницами тот момент когда значит казнили фарисеев так что возможно это была причина того что события связанные изначально с Йохананом Герканом были перенесены на личность Александра Яная ну вот что любопытно это вот последний кусочек который мы читаем в Талмуде в трактате Брахот цитируется текст из Мишнаистского трактата а вот не верь самому себе до дня своей смерти то есть ты всегда можешь оступиться и совершить сделать прегрешение шехарей Йоханан коэнгадоль шемешбеке унак долла шмоним шана опять договориться у левасов на асад в дуке вот Йоханан первосвященник служил в своей был своей должности в 80 лет в конце концов сделался садуке как рассказывалось у флавия амара ба ей амара ба ей сказал мудрец амара ба ей как будто бы нам отвечает на наш вопрос значит про кого же рассказывалась эта история про яна или про йоханана и вот оба ей говорит да это по сути дела один тот же человек говорится ли это всерьез или как бы такая своего рода отмашка типа какая разница что один что другой отец сын как один человек вот а его оппонент оба ей которого зовут рава говорит нет нет янай лихуд в йоханан лихуд каждый из них это отдельная совершенноличность янай раша ми и каро янай был злодеем с самого начала в йоханан в йоханан цадик ми и каро а йоханан геркан был изначально праведником а потом сделался садуке впал в садукеист а так представлен йоханан геркан в романе мистической литературе если мы подытоживаем и завершаем наш разговор по тем как я дам вам возможность задать вопросы мы видим что фигура йоханана геркана такая довольно неоднозначная это с одной стороны как бы и флавию и мудрецам талмуда есть что сказать в похвалу йоханану геркану а с другой стороны то обстоятельство что он стал садукеем как бы создает некоторый барьер между описывающими его авторами которые симпатизируют фарисеем и йохананом герканом да значит и тем не менее и по и по флавию и по талмуду йоханан геркан был человеком который удостоился того что к нему каким-то образом обращался бог и хотя в случае как бы в талмуде это так довольно описано так сказать расплывчато не говорится что бог ему сказал вот он услышал слово находясь в святая святых но тем не менее это очевидно слово бога а флавий флавий напрямую говорит что он обладал обладал способностью пророчества ну вот здесь мы с вами поставим точку и я готов выслушать ваши вопросы замечания следующий раз как бы как промо мы начинаем читать вторую маковейскую книгу и обсуждать ее народ есть вопросы пожалуйста вопросы замечания похоже народ думает ни у кого вопросов нет нет все размышляют значит завершая наш разговор сегодня я просто еще расскажу это как бы события эти далекого прошлого на самом деле важны для нас не только с точки зрения как бы чисто познавательной исторической не только с точки зрения ну скажем того чтобы узнать какие-то произведения созданные еврейским духом которые как бы остались за пределами канона они довольно важны но и помимо прочего для нас сегодня не важно потому что в каком-то смысле государство израиль является собой вторую попытку на то что свое время попытались сделать хасмане но к сожалению в результате не удержали а создав государство на вот это фактически первое такое государство израиль после библейской эпохи и следует учить видимо извлекать уроки из этого опыта и в частности не зря мудрецы сказали что второй храм пал из-за напрасной беспричинной ненависти но еще задолго до падения второго храма вот такой вот прецедент этой напрасной ненависти это было междоусобица внутри космонейского царства и нам конечно крайне важно помнить об этом и в частности мы видели как к чему может привести такая междоусобица в народе имела место при нас буквально на протяжении целого года не так давно и чем она закончилась поэтому данный богом дар надо беречь ну что если вопрос хорошо яхот на нациях скажем так яхот на нациях окей всем спасибо тогда всем спасибо спасибо большое всем счастливо до свидания спасибо огромное пока спасибо